В Усть-Каменогорске подвели итоги работы судов Восточно-Казахстанской области. Специалисты не только проинформировали о том, по каким категориям споров чаще всего обращаются жители, но и рассказали, почему сложно защитить людей, ставших жертвами мошенников. Согласно статистическим данным, в 2023 году в суды Восточно-Казахстанской области поступило 87 заявлений граждан о применении процедуры судебного банкротства. За минувший год в суды области поступило более 1500 уголовных дел. При несогласии с решением судов первой инстанции, они обжалуются, либо опротестовываются прокурорами, либо обжалуются сторонами. Таких дел у нас рассмотрено в прошлом году 329 дел. То есть количество обжалованных лиц, лиц, которые не согласны с переговорами судов первой инстанции, сократилось на 29%. За последние годы все чаще жители обращаются в суд, став жертвами мошеннических действий. Вот только по словам представителей суда, жертв аферистов сложно защитить. Мы такие дела рассматриваем, практика такова, мы отказываем. Потому что многие люди обращаются в уголовном порядке, в правоохранительные органы. Там дело уголовное возбуждается, но в случаях, чтобы дело довели до конца, чтобы вышел приговор. Таких случаев было, но очень мало таких. В целом, знаете, мошеннические действия там определить очень тяжело. Также были озвучены категории споров, по которым чаще всего жители обращаются в административный суд. Основная категория споров вытекает из дел об оспаривании действий судебных исполнителей. Это практически треть дел, она связана именно с этой категорией дел. Дальше идет 12,5% это земельные споры. 11% в сфере государственных услуг, споры вытекающие из налоговых правоотношений. По данным Восточно-Казахстанского областного суда, за 2023 год поступило 84 обращения от физических и юридических лиц на действия судей. Жалобы граждан после проверок оказались необоснованными и не подтвердились. Яна Мумлева, Ирина Санникова, Каракаджақсылық қызы, Асхат Ордыбаев, Алтай Ақпарат.